запись включилась взаимно я тоже я пришла в себя наконец-то все хорошо да да я думаю что полнолуние же было вчера вот так многие да многие валялись и я тоже валялась но уже все хорошо очень хорошо просто потрясающе общаться ты знаешь о чем я подумал вчера вот я общаюсь с очень многими людьми и за свою жизнь долгую такую вот мне приходилось и с большими группами работать и с маленькими и вот я вдруг поняла что по существу есть люди которые созидатели которые что-то создали сами а есть люди потребители такие вот пользователи вообще хотелось бы понять чем это отличается между собой пользователи потребители которые ничего не знали только как бы потребляют и сейчас это общество развивается все время как общество потребителей мы хотим живое общество созидателей делать и наша школа например человек будущего homo futurus как раз таки в этом направлении работает а есть еще люди в этой классификации как я подумал есть люди транслятор вот меня недавно дали посмотреть одного бизнесмена бизнес тренера и сказали ну такой известный такой известный все пользуются тем что он им советует я посмотрел он говорит транслирует не то что он создал а просто взял какой-то шаблон и очень я такой вот так шикарно рассказывает а вы все смотрят заслушивается а там обыкновенный шаблон а вот есть люди в этой моей классификации сейчас ты поймешь почему я это рассказываю потому что есть люди которые вообще не в курсе ничего они они просто неадекваты они ругатели они просто не понимают чем идет речь сразу хотят поругать это критики такие которые вообще глубоко не вникают в тему вот такая классификация я сейчас подумал как было бы нам хорошо если бы мы искали в интернете людей которые что-то создали и с ними бы общались и тем сам поднимали уровень развития человечества создавая совместно науку человеческой они пользователи потребителей не трансляторов не ругатели и вот этих неадекватов критиков которые не зная о чем идет речь сразу пишут коменты а это ерунда какая как тебе моя классификация так и есть так и есть и абсолютно согласно я в своей работе тоже с этим сталкиваюсь я когда стала публичным человеком я я это увидела я увидела насколько общество больное на самом деле вот интернет это все показывает это просто вскрыт скрытая как на ладони тихо я прошу прощения тут мои эти такие они кстати когда я делаю упражнения они постоянно лезут ко мне на руки мне кажется они чувствуют вот это вот состояние когда до гармонизации вот сидит на руках и не уходит никогда вот да действительно так и есть мне бы конечно тоже хотелось бы что-то сделать полезное для этого мира чтобы хотя бы их уровень сознания не то чтобы повысить и чтобы их меньше стало таких людей чтобы или больше просто круг общения менять на тех кто развит кто понимает у кого мозги работают хоть как-то да с кем ты можешь договориться чем тратить свои силы энергии на всех остальных людей которые поэтому мне всегда приятно я вот сейчас вспомнил одного человека с кем мы давно дружим который созидатель он создал свое время света музыкальную светодинамическую живопись я хочу с ним сейчас опять созвониться и сказать среди многих людей ты серёжа меня познакомил с термином термином который создал термин бог свое время потом ты сам создал светодинамическую живопись я познакомил меня с командиром космического отряда буран мы потом много лет дружили но короче говоря вот есть такие созидатели и если мы будем искать людей не просто потребителей пользователей а которые создали что это и с ними общаться я представляю себе какой будет взрывной эффект развития среди человечества вот у меня такие вот видишь наивные глобальные планы философские ну я думаю вдруг кому-то будет интересно задуматься а что такое пространство что такое время и почему когда человек успокаивается применяя приема ключа действия которые максимально подходят его состоянию в котором он переживает когда он перебирает по принципам ключа и выходят на состояние и безмятежность и состояние потока когда он созидает что-то вот это действие когда он перебирая подбирает индивидуально для себя самые комфортные самые простые действия и вдруг обнаруживает что он так часто делал и сам инстинктивно но просто не обращал на это внимание а теперь мы повышаем как ты сказал осознание теперь он делает это осознанно в виде упражнений приемов коротких и вдруг он начинает замечать что время на самом деле зависит от его состояния и что есть моменты когда он чувствует себя несчастным ну например несчастная любовь или боль какая-то физическая и когда он выходит из этого за счет подбора путем перебора этих приемов и именно именно для того чтобы он побирал именно индивидуальные действия которые полностью с ним совпадают именно за счет этого у него появляется время то есть это очень интересная вещь а мы еще с тобой потом я надеюсь поговорим на эту тему от чего время и пространство зависит внутри мозга человека и как может с помощью подбора путем перебора такого нету ни в одном методе мира кроме ключа подбирать себе именно такие простые комфортные действия которые подходят каждому потому что если не получается один прием он сразу берет другой и знает как это сделать да кстати в этом поиске у меня тоже же я делаю все приемы но я уже многие некоторые из них трансформировала потому что где-то мне там спина болит где-то там мышцу тянет я делаю окей хорошо я не хочу чувствовать эту мышцу буду делать по-другому но и балкон как-то по-другому и вот начинаю болтаться как-то по-другому по и попало и сразу меня очень быстро начинается колебания то есть я прям начинаю раскачиваться у меня тело качается вот как как плыву где-то в невесомость это действительно так я прямо чувствую очень быстро вот это чувствуешь а вот много людей которые не чувствуют к сожалению и как раз таки вот мы с тобой их обучаем чтобы они тоже начали слышать себя а когда они начинают слышать себя и подсказки тела как и что надо сделать они вдруг начинают понимать что да это же мире есть если например спонтанный танец в цигуне есть например танец шамана есть например там много чего в мире есть в культуре но теперь после общения с тобой они вдруг начнут заниматься этим осознанно и понимаете что дело тут не в шаманах и дело тут не в цигуне а дело в том что в каждом из нас творец мы просто себя не слышим просто нам транслировали чьи-то методы сами глубоко туда не вникая и давали нам шаблоны и моим подчинялись и применяли даже иногда насильно над собой даже не понимая что надо искать именно то что вам приятно и комфортно и тогда вы ходите на семье на себя и подбирайте ключ себе но это целая наука и целое искусство это не так просто как кажется и поэтому я очень рад что мы с тобой общаемся что ты профессионально осваиваешь метод ключ чтобы учить других людей я это очень приветствую потому что джейк творческий я этому очень рада спасибо хозяин магомедович я хотела у вас спросить смотрите я пустила сейчас анонсы в инстаграме и сделала рассылку по своим студентам уже на эту ссылку на вашего переходы есть и оплаты я это спрашиваю потому что мне нужно понять как подстегивать людей чтобы они шли оплачивать пораньше они в последний вагон ты имеешь ввиду насчет вебинара по омоложению да 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 на вот эту которую в котором ты будешь принимать участие многих девушек научишь быть красивыми вы потом спросите у наташи чтобы я не понимала движение людей да может быть не там по напористе нужно писать или может быть помягче да вот чтобы к этому ко вторнику у нас была большая аудитория чтобы а вот прямой эфир я думаю нам лучше всего будет с вами провести в понедельник у нас будет вебинар во вторник а прямой эфир лучше всего будет сделать в понедельник потому что действительно люди в последний вагон за запрыгивают вот и мы должны будем им напомнить что у нас будет такое мероприятие а еще было знаете что я подготовила такие маленькие вопросы для вас я их вам задам и из этих вопросов я потом сделаю маленькие видео и размещу себя в инстаграм и вам тоже вышлю это значит вопросы как они у меня возникли я работаю с женщинами которые озабочены своей внешностью ну как все женщины и в основном что я вижу когда женщины переступают какой-то возраст у кого-то 30 у кого-то 40 у кого-то 50 до у кого-то никогда у кого-то их 15 они начинают бояться старения то есть у них проявляется страх постареть страх стать ненужной некрасивой ну я это всегда честно говоря сама объясняю если у тебя кроме красоты ничего нет тут ничему не поможешь надо что-то еще делать надо мозги развивать но вот вопросы у меня вот такие я всегда на своих занятиях пытаюсь повысить их уверенность в себе я всегда говорю что если у тебя там не такой формы глаза или там не такой формы губы или даже у тебя если есть килограммы или что это ничего не означает это просто форма твоего тела то есть не нужно там убиваться да ты такая потому что такая родилась тебя боженька такой создал вот отсюда вопросы к вам и мне будет интересно их потом смонтировать и как знаете ваше мнение во-первых о опытного мужчины с большим жизненным опытом психолога высоко людям столько помогали в том числе наверняка и женщины приходили со своими тараканами разными к вам первый вопрос у меня такой как принять себя и что такое неприятие себя ведь это большой стресс для женщины когда она себя не принимает хорошо хорошо еще есть вопросы да это первый это первый хочу сказать видел как выходила из метро 1 дома это было как раз момент начала перестройки везде было много грязи окурки валяюсь около мусорных там она выходила у нее был очень большой животик очень большой животик и на ней были очень узкие натянутые штанишки большой животик и пупочек торчал и она была такая небрежная такая нережливая вот из метро выходит прямо такая вот явление живот торчит у бог торчит обнаженной прямо так что все видят и все отворачиваются и она такая самодовленная самодовольные самовлюбленные ты же не об этом говоришь любить себя не совсем об этом для уточняю потому что это можно по-разному понимать потому что я все-таки думаю о том что любовь к себе это все-таки забота о здоровье о психическом здоровье об состоянии душевном о комфорте о заботе о своем теле а умение себя слушать на слышать себя и любить в себе берегиню женщину и творца они просто независимо от того какая я буду я себя любить и ходить вот с таким животом и всем показывать какая красивая несмотря на то что у меня штаны нити надет но это же тоже надо все таки чтобы все было соразмерно я как опытный мужчина как ты сказала как опытный мужчина говорю что когда луиза хей объявила всем женщинам надо любить себя некоторые женщины не поняли они подумали что надо пойти себе новую туфли купить на самом деле я там изучал вопрос с луиза хей оказывается она нашла себя в состоянии когда на ночью сидела и колотила подушку и плакала ревела ревела колотила подушку потому что там не принято грузить соседа даже своими проблемами и там принято все время ходить с улыбкой мой дом моя крепость и не грузи никого своими проблемами грузи только психоаналитиков и так далее плати за это деньги и вот это у него накопилось вот это напряжение и она себя нашла в ситуации когда на колотит подушку привил от и потом она села ее отпустила и она сказала любить себя вот у него вот она сняла напряжение ведь она элемент ключа использовала она нашла действие инстинктивно которые синхронность ее текущим переживанием сняла напряжение вышла на состояние безмятежности до вышла на это состояние любите себя и она так сказала и транслировалась это везде и все женщины кто как понял одни поняли что надо так себе вот они были трансляторами то есть они не углубившись о чем была речь они все они все все кто-то понял кто-то не понял но трансляторы просто во всем интернете друг другу писали эти девушки женщины то надо научиться любить себя вот это так размножалось и совершенно не понимая о чем идет речь и многие так вот любить себя но вот я это для чего рассказываю поскольку ты задела и сказала я же мужчина опытные вроде бы опыт беда как бы вот я поэтому с этой точки зрения мужской сказал женщины вы так прекрасны и любите себе хорошие любите в себе хорошие созидающие любящие потому что бог это любовь любите в себе хорошие сопереживающие потому что без сопереживания и созидания и сотрудничества мир не выдержит он разбавится в первую очередь берегиня конечно это мать это природа мать природы это женщина вот это надо в себе любить ну да я тоже так думаю что в прежде всего нужно любить и взращивать в себе такие благородных правильные чувства потом можно пойти купить туфли другому не мешает правильные приоритеты кстати говоря тебе хочу сказать алюна кто занимается ключом снимает у себя стресс уходит магазине покупает именно те туфли которые ей подходят потому что если человек в стрессе он всегда подвержен авторитетом шаблонам чужому мнению кто-то скажет настя тебе это идет она раз купит продавцы обычно да вам так это идет вопрос ради для вас созданная да раз это дело домой пришла на следующее утро проснулась а утро вечера мудренее с больной головой ногам покоя нет утра проснул до что я купил вот чтобы чувствовать что купить какую одежду надеть какого цвета такую прическу тебе подобрать и так далее так далее человек свободный от стресса быстрее быстро ориентируется ты сама сказала слушать себя спасибо первый вопрос мы обработали с вами мне еще нравится одна такая фраза человек не способный любить себя не способен любить других похоже да похоже на то что это так хорошо тогда следующий вопрос внешность и стресс как при стрессе меняется выражение лица но мы знаем что если человек находится в стрессе у него лицо это все показывает наши мимические мышцы работают хотим это твоя это твоя партия ты об этом лучше знаешь чем я хорошо но тем не менее я бы хотела сказать что женщины которые живут в стрессе чтобы они не делали со своим лицом как бы не кололи инъекции не натягивали не украшали себя чем-то да этот стресс все равно видно потому что через глаза эту душу напряжение в лице нет лучистости нет лучистости взгляда раньше женщины капли белодоны капали чтобы взгляд был лучистый например сидели там оперу смотрели у них биноклики такие были когда они смотрели оперу тут гусар рядом сидит полковник и она сидит и она там пачеком так делает и соль какая-то сыпется и глаза лучше становится но сейчас если делать синхрогимнастику у женщины без сака белодоны такие глаза становится потому что спазм снимается это правда вот еще вот такой вот вопрос даже не вопрос а вот ваше мнение о страхе старости почему люди боятся старости особенно женщины потому что они боятся быть обозой потому что они боятся что они будут никому не нужны потому что в любом возрасте и женщины и мужчины хочет любви чтобы его любили чтобы его уважали чтобы с ним считались и боятся женщины ну как раньше говорили стакан воды никому будет подать дело не в стакане воды она боится честно говоря бесполезности если она полезная бабушка например такая который любит внуки она не будет бояться старости она будет все время ждать когда же внучок придет когда же нас ним там в огород пойдет ему начнет сказки читать и так далее боятся старости люди бесполезные они боятся быть старыми они боятся потерять способность быть нужными быть полезными поэтому с чего мы начали о созидании создаем общество людей созидательных а не только пользователи по 6 это женщина привыкла только брать пользоваться потреблять и потом старости потеряв красоту свою перестала быть кому-то нужной но естественно этого боится ваша останется один у меня есть такое такая такой афоризм будешь боя боя болеть только себе один и останешься поэтому человек который созидательный он болеет о ближних не только себе а в зависимости от масштаба мышления там о роде своем о роде не своей а еще выше масштаб мышление о всем человечестве да тогда у меня такой вытекающий вопрос я сталкиваюсь своей работе с многими отзывами такими такое сейчас есть явление называется но эйджизм такой англицизм английское слово эйджизм то есть дискриминация по возрастному признаку вот женщины этого конечно очень боятся почему очень многие молодые девочки начинают срочно себе там что-то делать с лицом страхи постареть или женщины тоже что вы думаете на этот счет но я думаю когда вот так вот очень легко меняет свой по вот был такой период на моем веку когда по телевизору показывали как можно грудь поменять как там может мальчик стать девочка и так далее всех агитировали интересно да и очень многие люди они находятся пограничные группы они они бы никогда бы этого не сделали если бы на это их не толкали они бы слышали себя и зачем мне делать другую грудь когда у меня красивая она себя если не слушает если она не умеет снимать стресса метод ключ именно для этого вот податливость чужому мнению податливаясь мной в моде все стали худеть одно время все стали худеть у меня был один знакомый он был старосты богоявленского собора не буду сейчас конкретизировать вопрос не в этом у него родственница там одна она была в танцевальной группе моисеева они девочки все по моде худели они принимали там всевозможные препараты чтобы там под поел человек и сразу в туалет и у них возникали анорексии вот его родственница далекая там он не сказал как бы помочь у него была анорексия на это психическое заболевание то есть ей кажется ей кажется что она полная но она смотрит на себя все видят что она худая она вообще так и заспенсима но ей кажется что она полна это психическое заболевание она любит всех кормить она спокойно готовит супчик петрушечку и начинает кормить людей все думают что она какая-то нормальная вот она видите она кайс и вот так она все время страдает бедные что у него форма не то и вот я хочу сказать вот тогда вот эта мода быть худой послужила у многих девочек особенно в ансамбле где они хотели сохранить себя профессионально дольше анорексии и многим другим заболеванием а очень многие девочки себе кололи всякие бодрцы я лечил много людей которых века на силу я лечу много людей которые только ручьи говоря это кошмар вот это вот когда человек ведется ты правильно сказала надо слышать себя потому что я увидел что когда человек снимает стресс и когда стресса когда у человека озабоченность особенно у женщин они все видят выглядят одинаково а когда они снимают стресс когда они чувствуют в себе такое ощущение творческое такое ощущение вдохновения все женщины уникально неповторимы просто неповторимы вот это же то что в принципе самое главное каждый человек уникален неповторим они то как нас пытаются загнать шапоны ну вот если с моей стороны смотреть шаблоны губ шаблоны вот этих пул идеально натянутого лица но даже с другой стороны как посмотреть мне иногда пишут ну вот вы занимаетесь своим фейс-фитнесом постоянно но вы все равно выглядите на свой возраст просто ухоженная я отвечу обычно отвечаю а на какой возрасте должны выглядеть мне 43 года я должна выглядеть на 20 большое спасибо я прожила большой жизненный путь ну может быть он для кого-то и небольшой для меня достаточный и как бы в 43 года выглядеть на 20 25 или 30 это не камильфо это но это как минимум странно я тебе скажу что вот те девочки или те люди допустим которые пишут вот такие вещи и разные другие вещи это явно говорит о том что человек не в балансе объясню почему потому что очень мало счастливых людей потому что когда счастлив человек ему хочется этим дарить делиться ему хочется сказать человеку что-то хорошее доброе поддержать потому что всегда есть за что человека похвалить даже самого хулигана всегда можно найти в разговоре какие-то точки ну где-то за что-то его похвалить и взращивать в нем позитивные и он в конечном счете перестает хулиганить а вот люди которые несчастные они ведь страдают им помочь нужно потому что ни один счастливый человек гадость не сделает другого а это несчастные люди которые такие вещи пишут и вот я когда это понял что люди которые мне например пишут комментах что-то негативное и просто помочь нужно просто они настолько одинокие в этом своем дискомфортном состоянии и когда я там рассказал у себя на youtube канале что я понял как повысить уровень нашей школы чтобы распространение было большое я сказал вот увидите я сделал изобретение из да действительно за две недели у меня резко выросла все больше больше там подписчиков и они меня спрашивают как вы это сделали я сказал я понял что человек который критикует там несчастье я понял что я должен относиться к людям как я отношусь по-доброму у меня девушка был добрый я буду добрый чё я буду этого стесняться я сказал я буду относиться к вам с душой я буду относиться к вам как мать берегиня я имею ввиду природу там как и так далее у меня пошло-пошло все участники школы человек больше хомофутурус слышал этот мой ролик это и было изобретение а на самом деле понял что мы все люди что надо помогать друг другу и вот с этой эмоции вот когда вижу как ты работаешь я очень рад и солидарен потому что ты стараешься донести до девочек своих может там тебе не только девочки может и мужчины смотрят постоянно ты же красивая девушка спасибо в общем друзьям и вывод вообще очень прост на самом деле чтобы у вас не было таких состояний чтобы не варились в этой каше негатива а были счастливыми людьми вам нужно сделать простейшую вещь просто сделайте разгрузку хотя 15-20 минут и синхрогимнастику и все вы увидите как будет меняться я когда начала заниматься по вашим роликам я уже рассказывала у меня была сильнейшая депрессия постковидный синдром ужасные целый год находилась в депрессивной яме и было вынуждено очень такие медикаменты серьезные принимать и лучше мне не становилось хотя что я только не делала и медитации йога и психоаналитики и знаете от и до вот просто я человек который очень интересуется всеми вещами ничего не помогало у меня было такое ощущение что все ну все ну все ну конец и сделав эту синхрогимнастику я просто делала и думаю да ладно фигня ну чего это руками помашу у меня такие же упражнения в программе очень похожи кстати пишут наши подписчики что вот меня есть гимнастика такая лимфодренажная там есть три упражнения похожие на ключ и описала ее года два или три назад я не знала про ключ но это были инстинктивные движения которые я делал не значит делаю эту синхрогимнастику села играет ваш вебинар как раз я какой-то купила не помню ключ один по моему для новичков я слушаю этот вебинар и в этом рассказываете делаете разгрузку я вот это стою слушаю делаю слушай и все и меня просто вот отпустило и вот прошло несколько недель и я чувствую что я любую свою стрессовую ситуацию я гашу за минуту просто просто беру хочу сразу по ходу всем сказать о том что вектор внимания синхрогимнастике не на качестве выполняемых упражнений это не механическая физкультура а синхро физкультура вот ты правильно сейчас сказала что ты вот делала и потом села и пустила мысли на самотек это стадия по свидетельству ну вот это уже это уже люди то не знают некоторые и поэтому когда они смотрят наши ролики больше и больше и больше смотрят тогда они начинают открывать для себя разные аспекты метода а то если человек вот новичок зашел и подумал о синхрогимнастике помашу руками допустим и все и он думает что это синхрогимна не не там есть анимации и поэтому мы эту школу и ведем а еще я нашла интересное тоже применение хотела поделиться волну волну и авто колебания я накладываю на упражнение для лица то есть я раньше чудесное упражнение я просто не могу не сказать я так горжусь этой волной потому что на самом деле это выйти именно на свое авто колебания а туда ты добавляешь все что хочешь что хочешь туда можно добавить это действительно я я в свое своем направлении деятельности занимаюсь уже 15 лет то есть я изучила эти упражнения для лица и шеи вдоль и поперек сверху снизу в глубину и в высоту и думала что уже ничего невозможно туда вложить а на самом деле оказалось что можно вложить волну можно выполнять упражнения в этом авто колебания когда ты себе нашел эту раскачку и ты это делаешь и она во-первых приятнее фейс фитнес сам по себе приятен а тут вообще приятен второе ты даже раньше если например не говорят ой когда же делать эти упражнения времени нет там борщ кипит детей кормить и так далее а здесь ты впадаешь в автоколебание тебе кайфово и одновременно ты уже делаешь упражнение для лица и тоже не думаешь о времени она получается вообще вот о чем я вначале говорил что время и пространство это зависит от состояния чем выше напряжение одно время течет ниже напряжение другое время течет и ты не замечаешь и ты выходишь на бесконечность безмятежность оттуда ты черпаешь вот этой базы данных нашего бессознательного мозга там такая база данных столько идей приходит в голове да и можешь найти решение нерешаемых своих проблем вот интересно хочет и одна вещь скажу вот я сегодня обрелся чтобы вот встречая с тобой была у меня ну такая чтобы я чувствую все увереннее как ты говоришь от внешнего вида тоже зависит внутреннее состояние все взаимосвязано и в этот момент меня схватила шея но было и такое ты живешь луна была до схватила шею и мне больно было я в этот момент применил огнет ключа я себе в этот момент чуть-чуть данных и в этот момент напряжение как при потягушках это элемент ключа два элемент я в этот момент чуть-чуть направление где меня схватила туда и пошел они наоборот туда я пошел и в этот момент подумал как хорошо что у меня схватила потому что вечером во время встречи с тобой я придумаю хорошую идею я еще не знал какую но когда я в момент пика напряжения подумал о том что я решу вопрос еще не зная как а потом отпустила я подумала почему нет я уже поверил что я так сделаю тем самым запустил внутри бессознательный механизм поиска решения и поэтому пока мы с тобой садились вот так вот на дистанции разговаривать я не понял о чем надо говорить я сказал я сделал классификацию создатели потребители пользователей трансляторов и критиков этих ругателей неадекватов ты представляешь и все получилось я просто вот сейчас рассказал один из элементов ключ два как использовать пики напряжения в этот момент как и про потягушенках надо мгновенно подумать как будет потом хорошо потому что если в момент когда меня схватил я бы подумал ой ну теперь у меня все теперь все она бы схватила еще сильнее а я подумал как хорошо и я это использовал для того чтобы создать новый контент интересные встречи потому что мы все время генерируем в нашем взаимодействии все время генерируем какие-то новые контенты абсолютно абсолютно согласна можно все трансформировать только друзья надо не бояться даже не точно не бояться нужно это просто делать страх надо убрать потому что страх это нам не лучший помощник схватила что-то или еще что там оцепенели в этот момент надо подумать как хорошо потому что потом у меня получится то-то кстати по поводу того что приходит идея в голову это абсолютная правда друзья опять же вот у меня год был очень тяжелый прошлый и я жила в вакууме полном потому что я не могла ничего придумывать у меня покинула муза и вообще никаких мыслей я думала что уже все мозг мой высох если честно я так занимаюсь ключом во первых я использую золотой час как вот вы учили перед сном а после пробуждения часто я каждую ночь и каждое утро это делаю и ко мне сейчас приходят уже такие уникальные идеи и по работе какие встречи происходят какие люди начали приходить мою жизнь это просто удивительно что-то и у меня были проблемы какие-то что я просто не знала как это решить нет решения как решить и тут и эти решения сами приходят и люди как-то приходят решать эти задачи сами со своими идеями я удивлена конечно и поражена и я хочу сказать для новичка который может быть случайно зашел еще не знает что это такое насильно над собой никаких методов применять нельзя надо делать только то что вам приятно то что вам хочется и поэтому это большая находка для ленивых и для тех у кого нет времени никогда не делайте над собой никакие насильные упражнения вот я кстати тоже об этом всегда говорила вот еще до нашего знакомства с вами я всегда говорила на курсе на своем знаете как девочки часто с лицом начинают работать они хотят даже срочно стать красивыми вот просто титаническими усилиями натянуть лицо я всегда беру девочки чем нежнее тем лучше чем больше любви к своему лицу тем круче тем больше кайфа вы получите от упражнений не дай бог чтобы вам не было больно неприятно дискомфортно то есть где-то я шла рядом с ключом просто я не знала что это такое что оно бывает что оно есть так что взять активно ты шла с активно поэтому мы с тобой друзья а многие люди себя не слышат а вот кто инстинктивно себя слышит и он идет правильным путем а кто-то подчиняется шаблонам он сбивается я думаю что когда у нас будет вебинар кстати в такую красивую цифру двадцать второго ноль второго двадцать второго в 20 00 по москве я думаю что мы сказали магомедович им так зажжем это омолаживающего программу всех сына своего туда пригласил я еще дочку приглашал надо будет лететь в этот момент самолете а сын один у меня тоже профессиональный психолог он тоже скажет пару слов у него есть большой путем художник тоже как у нас будет очень интересно потому что мы как раз таки люди которые как раз таки созидающие и мы все за собой будем тянуть его на школе человек большего хомофатура много созидающих людей мы всех будем туда это будет очень интересно я как-то попала к вам на живой прямой эфир пару недель назад и я даже там что-то выступил их два слова и я видела шикарно шикарно было шикарно всем понравилось карно было слышите такие ребята были на эфире ну потрясающие все так что друзья будьте на вебинаре и я не сомневаюсь это кайфушечно правда и еще что я хочу сказать друзья но это уже такая моя инициатива так что я уж тут скажу сейчас в инфобизнесе очень много людей и к сожалению большая часть из них не профессионалы вот как хосе магомедович ствол они трансляторы настоящих профессионалов у них либо нет времени на интернет то что они постоянно работают да либо их к сожалению не очень хорошо знают может быть они недостаточно раскрученные и порой в интернете да не порой а каждодневно даже вот в любой сфере своей то я сразу вижу да тут дичь вы в своей сфере видите дичь и и так много и люди не могут выбрать где же куда идти то вот я хочу сказать идите пожалуйста к нам вот без безусловно идите к нам потому что мы вас научим тому чем мы знаем сами мы создали это и прожили жизнь вот я поэтому хочу сказать если кто-то кому-то когда-то приходит на переговоры и говорит я хочу с вами работать вы спросите а что ты в жизни создал сам вот алена создала я создала всегда все вот наши слушатели пользуйтесь этим приемом ну кто-то приходит вам на переговоры и говори я такой-то я такой-то я такой-то что вы определили он транслятор он потребитель созидатель что ты создал сам и доверяйте тем кто сам создал что то вот это будет проще это хороший тест потому что я сейчас смотрю недавно столько много там советов идет по интернету например с картинками такие привлекательные например я видел картинку как нельзя спать вот нельзя спать там на правом боку а надо спать только на левом или наоборот или наоборот и объяснение почему так почему так такое объяснение и очень многие ведутся а на самом деле я так никогда в жизни если бы я так спал как там нарисовано у меня там проблемы они же без учета этих проблем пишут а мы как раз тобой занимаемся тем что помогаем человеку подобрать индивидуальные свои приемы вот в этом суть там шаблон кому подходит кому не подходит а там не пишет так что это кому подходит ангет всем так надо вот видишь а мы с тобой благородным делом занимаемся помогаем подбирать свои приема сам принцип подбора путем перебора развивает созидательное мышление и ты начинаешь просто вот и выходишь из шаблонного вот этого тоннельного видения если раньше ты видел вот так потом ты почему-то начинаешь видеть вот так мы начинаем говорить о том что омоложение тоже начинается с того что вы начинаете развивать свое сознание это моя первая часть сказали а там остальное мы скажем да вот еще мне понравилось на один комментарий ответили так классно мне очень понравился записала себе комментарий был следующим что вы рассказываете от старости никуда не деться есть только развитие разрушения и не что-то в этом роде такой пессимистичный комментарий на мой взгляд это как раз таки человек несчастный потому что я или ему легче всего вот это выплеснуть она разгружается или он разгружается ворчит это что же разу разгрузка когда кто-то ворчит все время ему что-то не нравится он все время так комментирует с негативным оттенком разгружается его пожалеть на счастливые люди так себе и от мне понравился ваш ответ что старость это утрата любознательности а ты видела да ты спасибо а мне так понравился этот ответ ведь действительно так как только ты теряешь интерес любознательность интерес что-то попробовать пойти посмотреть почитать с кем-то пообщаться закрываешься в эту ракушку то все тебе может быть даже и 20 лет но если ты так себе ведешь что уже будешь старым если ты любознательный интересный ты всегда будешь молодой вот это у нас с тобой это называется синергетический дело синергетический диалог когда разговариваешь душа в душу с человеком который на самом деле вместе с тобой хочет найти истину они просто сама выразиться они по не просто критиковать собеседника для самоутверждения и так далее вот это есть не альтернативные а именно хорошая коммуникация я бы всем посоветовал искать людей с которыми когда вы разговариваете вам хочется быть лучше и когда вы разговариваете с людьми которые вас стимулируют на то что вам хочется быть лучше красивее обаятельнее умнее и неповторимее вы растете а когда вы общаетесь с людьми которые все время вас пригибают и вам хочется защищаться и самоутвердиться они вместе с ним подниматься это разные судьбы спасибо тебе огромное спасибо и за методы за общение за учебу друзья я учусь мне 43 года а я учусь с большим удовольствием я просто хочу сказать что там есть для личного использования ради бога все берите и пользуйтесь только аккуратно а вот алена профессиональную подготовку подходит у нас свой формат мы с ней творчески работаем что вы понимали что это два разных формата потому что одно дело подготовка специалиста как мы соленая разговаривали а другое дело для личного используя для личного использования у нас там все есть бесплатно берите пользуйтесь только ролики постоянно потому что если вы не будете видеть развитие темы вы где-то заводитесь смотрите ролики постоянно ли он и смотрите мою смотрите там программы наш на совместные смотрите и вы будете в курсе на самом деле информации у вас ютьюбе столько я честно говоря вот многие ролики у меня есть даже любимые ролики которые даже трехчасовые которые у меня стоят в реплите в машине я слушаю я еду да у меня я за городом живу я пока доеду в киев час я еду машине так я час слушаю лекцию каждый раз когда я слушаю я каждый раз нахожу другую грань того что вот это же как пушкин или как лермонтов каждый раз читаешь видишь новые оттенки но это же любое новое имеет много граней ты за же у меня сегодня позвонили мы же хотим у вас подготовку проходить специальную а я говорю а вы в курсе что у нас три дня подготовка идет к вебинару а помоложение нет ни в курсе так вы народе вы не смотрите наш youtube канал там не смотрите ну как же смотрим а что же вы не звоните мне в момент подготовки я же там просила что не звоните мне потому что у нас 22 числа вебинар по омоложению а я мы не знаю так я вас не возьму быть моим учениками как специалист а почему да вы даже ролики не смотрите поэтому люди которые не знают они просто услышали что-то новое как пользователи сразу его я хочу я хочу давайте меня мне даже не погружайся в тему и отрывают нас от нашей работы но ничего пусть пока посмотрят ролики на ютюбе как раз они смогут уже прийти на профессиональное обучение потому что прийти с нуля на профессиональное обучение поэтому я всегда перед тем как взять на профессиональную подготовку обязательно разговариваю если я вижу что у человека нет глубокой любознательности внутренние умальности человечности любопознательности любопознательности это очень важно потому что только почемочки становятся великими то есть чтобы он был созидателем а не потребителем абсолютно с вами согласна так что 22 мы устроим спасибо тебе дорогая алёна спасибо большое хосе магомедович я смотрите тогда сейчас я запись тогда на полу